Мы все очень любим солнышко. Оно нас согревает, оно даёт нам здоровье. И даже те страны, у которых солнца мало, они, как вам сказать, грустные, те страны. А те страны, там, где люди живут, и солнце у них беспрерывно, они и танцуют, и поют, и веселятся больше других. Ну, латиноамериканские, да, там, помните. И мы с вами тоже любим солнце. Особенно, когда оно приходит к нам в мастерскую. Что происходит с нашей мастерской? Она начинает оживать, и на глинобитной стене вдруг, в какой-то момент, допустим, в 12 часов дня, начинает появляться солнечное пятно. Оно как раз отражает ту оконную раму, которая у вас в мастерской. Ну, и, конечно же, эта оконная рама, как вам сказать, она искажена немножко, и из прямоугольников получаются ромбы. Из-за того, что я это пятно всегда наблюдала в течение всей своей жизни на стене своей мастерской. А у нас старый дом 19 века, четырехэтажный. И он построен из ракушняка, побеленный такой хороший ракушняк. И вот это солнечное пятно, оно как живое существо заходило на стену, двигалось вдоль натюрмортного столика, по всем моим предметам, которые я рисую. Ну, у меня же выставлены натюрморты всегда, так? И вот посмотрите, вот эти предметы стоят, стоят, а мимо него движется вот там сзади солнечное пятно. В 12 часов оно здесь, потом в час дня оно здесь, потом в 2 часа, и уезжает туда, в 5 часов вечера оно там где-то тает в углу моей мастерской. Очень хорошо делать фотографии солнечного пятна. Вот, допустим, пришло, приперлось это солнечное пятно к вам в мастерскую. Сделайте фотографию этой стены и этого солнечного пятна. Через полчаса зайдите и сделайте фотографию этой же стены, а солнечное пятно уже в другом месте. Это живое существо, это солнце. Понимаете? Еще одно мы наблюдали с Владимиром. В Грибовке, как люди в полпятого утра выходят встречать солнце. Что-то происходит, когда человек встречает вот этот диск солнца, который выходит из-за горизонта, какое-то у человека начинает быть состояние сильной торжественности прибытия на земле. Вы понимаете, вот это вот солнце, осознанность его, мы, конечно, им пользуемся, конечно, оно нам созревает плоды, кормит нас, согревает землю, нас греет, мы загораем, купаемся во время летнего отпуска. Но само солнце, когда восходит, у нас улыбка сама собой начинает появляться. Поэтому я решила, это солнечное пятно, чего оно даром идет по стенке мастерской, буду его рисовать. И ведь, посмотрите, все художники, которые умели показать солнце, а это Вермеер, Ван Гог, да много есть, Гоген, импрессионисты, почти все могли показывать солнце. Вот, у них надо учиться. Те, которые могут показать солнечное пятно, их предметы сразу начинают оживать и превращаться как в живые существа. И вот, пожалуйста, вот у меня меланхолия, да, или мистерии называется работа, леонардовский рисунок, и пошло солнце по такой какой-то матовой, длиннобитной стене, которая была дополнительной территорией, да, информационной, по сравнению с этими всеми предметами, да. И вдруг, когда на него стали падать солнечные пятна, отблески от окна, они стали главные на работе, они стали командовать вот это вот золото, льющееся с неба на нас. Ну, работа так себе, да, из-за вот этих ножниц. Агрессивные предметы не ставим в натюрморты. Режущие предметы. Ну, что еще? Ну, вот кофемолки, да, кофемолки в четыре руки написаны. Мы с Вовой. Еще приехали они из Германии недавно. Вот, еще Вова не натянул на раму. С выставки приехали. И вот, посмотрите, здесь не солнечное пятно уже на эти кофемолки идет. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кофемолок и рассыпанное кофе, да. Уже не солнечное пятно идет, а уже сам поток солнца зачеркивает эти кофемолки и превращает их в группу каких-то людей, живых существ. Мы можем у каждой кофемолки рассказать, что это женщина, да, допустим, что это мужчина, ее охранник. Это, допустим, ее подруга, да, это мужчина стопроцентный, да. И дальше мы можем вот о них уже рассказать, как о группе людей, потому что на них снизошел солнечный свет, посмотрите, какой постозненький. А мы с Вами иногда и клаптики делаем, да, для того, чтобы солнечное пятно показать легко и просто. Поэтому я сегодня хочу Вам быстренько рассказать, как сделать солнечное пятно, вот, допустим, на такой работе, которая, сейчас Вам скажу, какого года, восемнадцатого года витрувианский человек. Натюрморт незаконченный, но для того, чтобы его закончить, надо примерно где-то, вот он, витрувианский человек, вот композиционный центр и вот композиционный центр. Вроде бы здесь пошло солнечное пятно, и здесь пошло солнечное пятно. Вроде бы они соединены веревкой и манускриптами, но витрувианский не держит, как композиционный центр. Поэтому я предлагаю прямо вот здесь или здесь, сейчас посмотрим, где, перечеркнув его, сделать солнечное пятно, которое будет главным героем в этом произведении. Давайте попробуем. Я думаю, что это солнечное пятно, я Вам буду рассказывать, какие краски я беру. Я на палитрочку выдавливаю белила, прежде всего, и буду туда подмешивать кадмии. Вот три белила выдавила, смотрите, на палитрочку. Сейчас, две секунды покажу. Продолжение следует...